Время национальной хоккейной лиги 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 Время национальной хоккейной лигу Время национальной лиги Время национальной лиги Так что, может быть, от этих двух встреч зависит общий результат серии советских хоккеистов клубами Национальной Хоккейной Лиги. Ну, к итогам каким-то мы, наверное, еще вернемся. Команды чуть-чуть попозже, сейчас, в первом периоде, я думаю, еще рано это делать. И так решил перевести игру в зону соперника. Я скажу, очень мягко вообще началась эта встреча, вот идет уже седьмая минута, она даже уже заканчивается. И пока вот такого напряжения, бурных атак, которых можно было ожидать со стороны прежде всего хозяев льда, не произошло. Это тренер команды Пол Холмгрен, молодой очень тренер, ему всего 34 года, он сам играл в Филадельфии Флаерс. Причем и провел ее составе ровно 500 игр. Забросил 138 шайб, и еще он играл 27 матчей в составе Миннесоты Боргстар. Заброшено это у него, может быть, и не так много шайб. 138 это по меркам Национальной Хоккейной Лиги, а вот штрафного времени достаточно. Ровно 1600 минут. И второй сезон он работает в Филадельфии Флаерс первым тренером, а с 85 года он был помощником главного тренера. А вообще вот успехи Филадельфии Флаерс во многом связаны с работой Элла Эрбура, который в 74-75 годах дважды подряд приводил команду к победе в розыгрыше Кубка Стэнли. Ну, времена, вы знаете, меняются, и команды меняются. Поколение, которое принесло успех в Филадельфии Флаерс, ушло, закончило выступать, а нынешние пока не в состоянии достичь тех высот, на которых была команда 15 лет тому назад. Итак, бросование у нас. Пошла уже восьмая минута первого периода, пока ничья 1-1. При, повторяя, очень спокойной игре и даже не могу отдать предпочтение ни одной из команд. У нас пятерка Быкова сейчас играет. У хозяев льда пятерка Саттера. Ну, очень много Саттеров вообще в Национальной хоккейной лиге. Может быть, вы уже об этом знаете. Семь братьев играют все в разных командах. И вот так уж случается, что, по-моему, в каждом репортаже выходит, когда приходится рассказывать о соперниках нашей команды, выходит кто-то из братьев Саттеров на лёд. Убрасывание в третьей зоне. Вы, извините, пожалуйста, я не представил вам арбитра в сегодняшней встрече. Это Энди Ван Хелемонт, главный судья. Помогает ему Свит Кнокс и Пат Деанузо. Ширяев. Хомутов. Так вот, по системе 1-4 играют пока американские хоккеисты. Один там маячит где-то в зоне армейцев Москвы. Остальная четвёрка прямо на красной линии выстрелилась. Это какой-то характерный, по-моему, момент был для Филадельфии флайер. Быков ведёт борьбу за шайбу. Рачек. Ширяев. Бросок поворотом. Вот ещё один бросок. Так Кравчук не выдержал единоборства. Кравчук не выдержал единоборства. Это защитник пошёл вперёд, ворон. Вот за те немногие минуты, пока Экланд выходил на лёд, он всё-таки чем-то отличается. А вы знаете, чем? Катанием. А у него всё-таки европейское катание. Чуть-чуть пониже посадка, чем у канадцев. Все, я не скажу, что почти на прямых ногах катаются. Но повыше у них посадка. Может быть, за счёт этого у них вот и побольше, что ли. Я не знаю хоккеистов, которые быстрее соображаются на льду. В общем, это традиции. И своя, конечно, школа и у шведов, и у советских хоккеистов, и тем более у канадцев. Фёдоров. Гусаров. Эклон. Хорошая такая мягкая передача. Шайба у защитника. И Михайловский на месте забирает шайбу. Да. Очень тяжело, я думаю, молодому вратарю армейцев сегодня. Он первый матч всего лишь играет. Нет никакого опыта. И хотя эта игра, она, ну как бы вам сказать, не совсем, что ли, подводит итог этой серии, во всяком случае, у армейцев. Но, тем не менее, тяжело, конечно, Михайловскому справиться прежде всего с собой. Ну, мне думается, он должен сыграть просто на своём уровне. На том уровне, который он показывает в Москве. Небольшая пауза у нас в сбрасывании сейчас будет около ворот Михайловского. Пятёрка, вернее, будем говорить так. Тройка Чиберева у нас вышла на лёд. Защитники Малахов и Константинов. У соперника в обороне играют Хафман Самуэльсон. А в нападении тройка обшавлена. Доруби. Галанди. Здесь успевают отойти назад армейцы. Вот видите, какая передача воротаря была сразу в среднюю зону. Причём нет сейчас в составе Филадельфии Флавис основного воротаря. Это Хэкстол. Ну, чем он знаменит? Ну, во-первых, надёжной игрой. Один из лучших национальной хоккейной лиги. А во-вторых, тем, что за свою карьеру хоккейную он сделал уже 8 результативных передач. Ну, вообще, в нашем хоккей это, по-моему, невозможно. И что отличает вообще воротарей национальной хоккейной лиги, это умение играть очень хорошо с клюшкой. Но очень приходится им работать. Ну, пока у Хэкстола довольно серьёзная травма. Он всего лишь один из матчей провёл в составе. Филадельфии Флайер. Вбрасывание около ворот. Питер Питерсен. Спокойно довольно проходит игра. Я скажу, что взрыва нет ни у армейцев, ни у Филадельфии Флайер. Мне даже показалось в какие-то моменты, вот учитывая такую оборонительную, что ли, тактику Филадельфии Флайер, что хоккеисты этой команды чуть-чуть побаиваются армейцев Москвы. Может быть и такое. Нет, шайба не засчитана, был уже свисток арбитра. Вбрасывание будет. Это Масленников. Так, откровенно скажем, ничем себя не проявил. Много очень говорили о нём в прошлом году, во всяком случае. Но вот здесь вот школа очень хорошая, проверка очень хорошая в этих матчах. И я думаю, что некоторые хоккеисты, которые в составе ЦСКА выступают, они её не выдержали. Масленников провёл до этого четыре игры. Одну шайбу забросил, две сделал результативные передачи, конечно. Для кандидатов в сборную Советского Союза это маловато. Бросок. Степанищев. Ширяев. Нет строго оборонительной тактики, вы знаете, Филадельфия Флауэр придерживается. Вот опасный момент, бросок по ворота. И всё, что получается, два, один. Это защитник, сих пор он забрасывает вторую шайбу в ворота. Она же не изжёт на 12-й минуте первого периода. Вот посмотрите, здесь надо было, конечно, борьбу, навязать по пене, да так не плюшечкой. Ну и, конечно, прижали с армии под своим воротом, как же так, оставили защитника совсем свободным. 2-1, Филадельфия Флауэр выигрывает. Смена произошла. Пятёрка Шапкара у хозяев площадки и пятёрка Быкова у ЦСКА. Да и как Хомутов успеет к шаге. Удаление. Удаление в составе Филадельфии и Флауэрс. И вообще в этом матче пока первое удаление. 21-й номер Хорачек удалён на 2 минуты. За удар соперника Лохтюм. Молодой хоккеист, 22 года ему. 5 шайб забросил, 5 точных передач сделал, выступая в играх за Филадельфию и Флауэрс в чемпионате НХЛ. Вообще скажу, что вот по сегодняшнему матчу очень молодое нападение. Простите, оборона очень молодая у Филадельфии и Флауэрс. Самому старшему Самуэльсину 31 год, но он особняком просто стоит здесь. А так 21-23 года максимум хоккеистам. А вот нападение всё-таки возрастное. И Хорачек самый молодой хоккеист Филадельфии и Флауэрс сегодня выступает в нападении. Как я уже сказал, ему 22 года. Это чехо-американского происхождения. А есть, вы знаете, в составе команды Филадельфия и Флауэрс и чехословатский хоккеист. Это Иржи Латал, он сегодня не выступает. Он без разрешения Федерации Хоккея, вернее, Хоккейного Союза Чехословакии покинул страну и заступает теперь за Филадельфию и Флауэрс. Вообще такая интенциональная команда Филадельфия и Флауэрс. Здесь есть и шведы, есть и финн. Синий сал, он не играет сегодня. Есть и чехословатский хоккеист. Итак, честное преимущество у армейцев. Долго, очень долго. Шайбы возил Хоккуталов. Все-таки не сказывает, что давно он не играл. Навык игровой явно потерян. Молодец, Хомутов, прекрасно действовал. Байкав и назад защитнику. Гусаров. Бросок по воротам. Константинов. Коматкова нет в составе ЦСКА. Вместо него Константинов вышел. Константинов. Каменский. Не подпускают, вы знаете, близко. Вот тебе такие же колодец Флайер. Своим воротам. Продолжение вратし. Продолжение врат главное. Про полосы. Горали. Продолжение вратxico. Должение следует. Продолжение следует... Вы знаете, интересный повтор, я скажу здесь. Такое впечатление. Обратная картинка. Вы обратили внимание, да? На самом деле, справа у ворота. Был произведен дрожжок, и справа от нас ворота Филадельфии Флайерс, а вот с этого повтора такое впечатление, что наоборот, слева ворота Филадельфии Флайерс. Константинов. Федоров. Молодец. Вышел пятый игрок у Филадельфии Флайерс. Просток. И хотя вот обратили внимание, был пас рукой, но арбитр встречу не остановил, поскольку пас был партнеру по обороне. Вот как они, судьи, определяют это, не берусь сказать вам, надо очень хорошо знать хоккеистов, хорошо знать, кто играет в нападении, кто в обороне. Стравчук проброс и вбрасывание около ворот Филадельфии Флайерс. Ну что ж, 5 минут 25 секунд остается сыграть команда в первом периоде, пока 2-1 Филадельфия Флайерс выигрывает. Стадион, вы знаете, полный, он вмещается на 1423 человека и заполнено. А вчера здесь был баскетбол и тоже полная была арена. В общем, хочу сказать о том, что к играм ЦСКА будет повышенное внимание. И я уже, по-моему, говорил о том, что это реакция на прошлые, по-моему, матчи армейцев на прошлой серии встреч, армейцев с командами национальной хоккейной лиги. И хотя сейчас явно меньше ярких игроков в составе команды ЦСКА, тем не менее вот это воспоминания о силе армейцев, они остались. Воспоминания об игре Михайлова, Петрова, Харламова, Усева, Третьяка, следующего поколения, Макарова, Крутого, Ларионова, Фетисова. И до сих пор считают, что армейцы сильнейшие у нас в стране. И поэтому на все, без исключения матчи с участием ЦСКА, здесь на североамериканском континенте, трибуны были заполнены. Чего нельзя сказать, кстати, о других наших командах. Ну, об этом, в общем, разговор чуть-чуть попозже. Пока вбрасывание. Ну, очень, видите, спокойная такая, я бы сказал, даже тренировочная, что ли, обстановка на скамейке запасных у ЦСКА. Никто нас не пытается подбодрить друг друга, хотя ЦСКА пока проигрывает 1-2. Пятерка Яквонда вышла у Филадельфии Флайерс, у нас играет пятерка Чиберева. Давыдов. Вне игры было Давыдов за красной линией принимал шайбу. Сбрасывание с места паса. Сбрасывание с места паса. Тут я вам скажу, совсем незаметно тройка Степанищев-Марсингов-Шастин. Они сейчас вышли на лед, но я не знаю, может быть, и в этом своем игровом отрезке они что-то могут показать. Байрон, браток! Не стесняются, американцы бросают аж от синей линии. Может быть, получили информацию о том, что Михайловский очень плот, и у него это первый матч против профессионального клуба, поэтому, кроме мастерства, хотят проверить еще его психологическую устойчивость. Так особенно острых ситуаций не было около ворот. Армейцев, ну вы, наверное, обратили внимание, что и Питер, голкипер Филадельфии Флайерс, особенно не вступают в игру. Четыре с половиной минуты до конца первого периода 2-1 хозяева льда выигрывают. Гусаров. Москов. Бросок. Михайловский отбивает шайб. Очень далеко вытащился из ворот. И вот можно сделать передачу. Выход Степанищева один на один. Бросок. Гол. Счет становится ничейным. 2-2. Вот видите, в этом игровом отрезке все-таки проявила себя тройка Степанищев-Масленников и Шастина. Комбинация была хорошая на контратаке. Мгновенно наказали соперника. Так что пока ничья. 2-2. Очень хорошо Масленников вовремя среагировал. Как между щитков проскочила шайба у вратаря. Среагировать то успел. Коменский. Коменский. Чуть подальше пошел бы еще. Отодвинулся метров на 5. Коменский. Дроссок. Голанды. Я скажу, ничего страшного нет. В этой команде Филадельфи и Флаерс. Пока ничего страшного нет. Хотя вот перед матчем разговаривал с комментатором Биллом Клементом, который выступал за Филадельфи и Флаерс. Он сказал о том, что команда очень много трудится именно на льду во время игр. Команда очень жесткая. Волевая команда. Ну пока вот той присущей жесткости не только Филадельфи и Флаерс, но вообще всему хоккею, национальной хоккейной лиге мы не видим в этой встрече. Очень уж спокойно проходит матч. Я не скажу, что берегут себя и армейцы, и хоккеисты из Филадельфии. Но очевидно, вот боязнь у дельфийцев есть. Чувствуете? Петров. Тяжеловато Петрову. Тоже первый раз вышел на лед. Еще 18-летний всего лишь хоккеист. Так же, как и Маткову в 18-х только лет. Конечно, трудный. Кстати, знаете, интересная очень информация поступила. Удаление сейчас у Филадельфи и Флаерс в армейце будут играть в большинстве. Так вот, интересная информация. Дело в том, что наш хоккеист Павел Буре уже попал в так называемый драфтовый список и числится в Ванкувер Канокс. Это команда, где играют Ларионов и Крутов. Ну, надо сказать, что поступил против. Дело в том, что он был занесен в этот список, когда ему еще не было 18 лет. Так что неизвестно, чем эта история кончится. Возможно, что кто-то летом этого года уже, когда вновь будут продаваться, что ли, как мы говорим, хоккеиста или распределяться хоккеистом в национальной хоккейной лиге, может быть, он попадет уже и в другую команду. Так что правила очень суровые здесь. Итак, армейцы имеют численное преимущество. Гусаров. Тройка Чибирева вышла. Защитники Гусаров и Матков. Тихонов оставил Маткова на льду. Матков. Костичкин. Костичкин. Бросок был хороший, но мне показалось, что неверную позицию занял вратарь Питерс. Вот это ложный замах был Маткова и передача Давыдову. Вот посмотрите. Ближний угол совсем был открыт у Питерса. Ну, какие-то 2 сантиметра, может быть, сантиметр влево, и армейцы могли выйти вперед. Так, а? Ячья у нас 2-2. Одна минута и 42 секунды остается до конца первого периода. Затем, мне кажется, в зрелищном отношении самый лучший матч армейцы провели из трех, которые я видел. Это против Чикаго Балахоук. Да, вот сейчас все, по-моему, вам ясно. Будут измерять крюк клюшки у нашего хоккеиста. Я что-то не обратил внимания. Это, по-моему, Давыдов, да, стоит. Вот какое наказание последует. Двухминутное удаление у нашей команды или же двухминутное у канадцев. Если клюшка нормальных размеров, то тогда канадцы должны, кто-то из канадцев должен отправиться на самих островов. Нет, Давыдов отправляет. Так что в равных составах теперь будут играть команды. Но что же так неаккуратно, в общем-то, действует Давыдов. Я понимаю, что матча эти товарищи, в общем, не обязательно, конечно, соблюдать уж так все строгого правила. Кажется, вроде бы, так. Но вот нет-нет, до хозяева льда, хоккеисты из национальных хоккейных людей, они прибегают вот к такому приему и начинают мерить клюшки. И, вы знаете, очень интересная ситуация. Произошло это в конце первого периода. Хотя можно это было сделать, мне так кажется, и в конце матча, когда, может быть, вдруг ситуация будет неясной. Приключно. Так, итак, вбрасывание. По четыре игрока в каждой команде. Нет, простите, по пять хоккеистов. Или нет, по четыре. Хотя, да, это не обоюдное было удаление, поэтому по четыре игрока. Тут, знаете, такое смешение идет международных правил и правил национальной хоккейной лиги. Поэтому извините, что немного, так сказать, запутался. Вбрасывание. Вбрасывание. Это защитник Картнер. Самуэльсон. Вы знаете, не могу определить, сколько осталось шестнового времени у американского хоккеиста, потому что никак не могу на табло найти вот именно эту строку, что ли. Три секунды, две. Вот, наконец-то, нашел там на табло, которое, как обычно, вот обвешено в потолку. Это такой куб, даже восьмигранник, по-моему. Там идет игра. То есть телевизионная картинка идет. И на фоне этой телевизионной картинки еле-еле различается штрафное время хоккеиста. Чистое преимущество уже у Филадельфии Флайерс это Экланд. Пайкас. Ну, нельзя, нельзя ни в коем случае возвращать шайну себе в зону. Итак, закончился первый период. Пока ничья 2-2, но мы с вами пока не прощаемся. Дело в том, что у меня была возможность, когда был в Ванкувере, записать интервью с двумя нашими хоккеистами, которые выступают за Ванкувер Канокс с Ларионовым и Крутовым. Вот это интервью я и предлагаю вашему вниманию. Ну, откровенно говоря, было необычно, конечно, видеть Ларионова и Крутова в другой форме, не в форме ЦСКА. И поэтому вот наша встреча просто, мне кажется, была необходима для того, чтобы узнать, как вообще живется, как играется двум нашим хоккеистам в Ванкувер Канокс. Игорь, ну, прежде всего, какие отношения здесь в команде, с какими трудностями сталкиваетесь вы? Ну, я думаю, что первая трудность для советских игроков, которые в этом сезоне приехали играть в НХЛ, я думаю, что это проблема, наверное, языкового барьера, потому что все те бытовые отношения, которые происходят вне хоккея, они как бы перекладываются на твою работу. Поэтому все трудности первоначально связаны с языковым барьером. Думаю, сейчас мы чувствуем себя, в частности, я чувствую себя прекрасно и общаюсь с партнерами, с тренерами, с полейщиками, с журналистами и гораздо расслабленнее и спокойнее и свободнее. Володь, скажи, пожалуйста, вот отношения, так сказать, в отношении хоккея, какие отличия почувствовал сразу? Ведь здесь нет, по-моему, ни сборов, так сказать, ты предоставлен сам себе. Да, здесь нет ни сборов, ни таких изнурительных тренировок, как были у нас в Москве. Здесь очень много игр, во-первых, и практически тренировочный процесс проходит в день между игр очень интенсивно, но коротко, в пределах 45-50 минут. Но трудности, правильно Игорь сказал, это языковый барьер, отношения. Вообще здесь на каждую игру ребята выходят, все хоккеисты, все с полной отдачей отдаются каждому матчу, потому что каждые очки здесь сейчас можно сказать, что золотые, которые дадут в путевку финал кубка Стэнли, да. Так что на каждую игру здесь в общем, самая такая отдача игроков полностью. То есть никаких проходных матчей? Проходных матчей здесь не бывает, и судя по счетам, по счету, которые здесь, здесь нельзя предсказать, кто как сыграет. Дать какой-то, ну, как-то начало, ну, сказать, какой счет будет в той или иной игре, здесь просто невозможно. Потому что игры проходят так напряженно, что любая команда может обыграть и фаворита, и... Ну, я вот, в частности, удивился результату матча между Эдмонтоном и Монреалем. 6-0 выиграл Эдмонтон. В общем-то, это необычно, по-моему. Для игры команд, они приблизительно одинаковые по классу. Да, вот это, вот об этом я и говорил только что. Так что, тут каждый игрок, каждая команда старается выиграть этот матч и никаких скидок себе не делает. Игорь, а вот, скажи, пожалуйста, эта самостоятельность, она вообще помогает или нет? То есть, вы ведь никак не связаны, я имею в виду, в подготовке с командой. То есть, это в основном он сам должен думать и о том, как тебе подготовиться к матчу, к тренировке. Евгений Александрович, вы знаете, что выступая на странице к печати в Советском Союзе, я обращал внимание на то, что слишком много проводим мы времени на сборах. От этого только деградирует личность, потому что человек, молодой человек развивается в одном направлении, только физически, но не духовно. Здесь же очень много времени, значит, мы проводим его разнообразно. Бываем, часто бываем дома, занимаемся своими детьми, выезжаем с детьми гулять или бываем на концертах. То есть, я об этой жизни мечтал, о том, чтобы быть, как говорится, свободным, в хоккей, отдаваться хоккею, а помимо хоккея, жить нормальной человеческой жизнью. Володя, скажи, пожалуйста, вот, порядки вообще здесь, как считаешь, жестокие все-таки в НХЛ. Я имею в виду, там какие-то штрафы существуют, потому что, в общем, разговоры ходят, может, кто-то знает об этом, кто-то не знает об этом. Ну, вообще, пока вот мы здесь, сколько мы здесь пребываем, пока я не слышал ни у нас в команде, по-моему, вообще, в этом чемпионате, чтобы кто-то наказывался какими-то штрафами. Ну, вот, предположим, на опоздание, за опоздание на тренировку. Вообще, тут такого нет. Тут приходят все, как говорится, заранее, и чтобы опоздать на тренировку, такого здесь не бывает. Так что, пока у нас, вот, пока мы здесь находимся, у нас никто не опаздывает. Ну, как вот, все-таки вы, считаете, привыкли или нет к этой своей самостоятельности, или нет еще? Ну, вообще, конечно, сначала, первое время, было тяжеловато, много было свободного времени. Обычно, мы, 12 лет я был, когда играл в Советском Союзе, были на сборах почти все время. Так что, тут очень много свободного времени, можно, как-то это непривычно было сначала, но сейчас мы уже потихоньку и с семьей, и с детьми, мы вживаемся, и чувствуем себя нормально. Конечно, мы скучаем немножко, но это уже не столь важно. Ну, то есть, адаптация еще не прошла? Да, конечно. Вот, та скромная информация, в общем-то, которая у нас есть в прессе, но в основном, так сказать, статистика, больше практически нет ничего. хотелось бы побольше узнать о Национальной Хоккейной Лиге, и особенно о наших игроках, которые здесь выступают, вот действительно, об адаптации. Ты уже сказал о языковом барьере, это, наверное, вот такой моральное, что ли, морально давить, наверное, если человек не может общаться на равных со своими товарищами по команде. Безусловно, потому что коллектив, такой же коллектив, как и у нас в ЦСКА, ребята все дружные и очень часто проводят время вместе в Нельда, поэтому те грани, которые есть между игроками, в быту, они переносятся и в игру. Поэтому общение, оно необходимо, потому что ты узнаешь человека в жизни, и потом в игре будет легче, потому что ты знаешь его слабые стороны, знаешь свои слабые стороны, и идет взаимопомощь, на льду. Поэтому это немаловажно. Какие трудности здесь, если по игре говорить? Ну, прежде всего, наверное, надо сказать о том, что здесь гораздо жестче, здесь очень гораздо трудно достается кусок хлеба, потому что каждый знает свою работу, каждый знает, значит, то, что он должен выполнять во время матча. В частности, у нас есть такие люди, которые занимаются специально запугиванием игроков, где-то надо подраться, есть такие. Есть те, которые убивают время, когда команда находится в меньшинстве, есть те, которые должны забивать в большинстве. Поэтому здесь каждый знает свою работу, и каждый выполнять должен ее, исходя из своего контракта. Володь, ну, все-таки, вот так сравнивая с нашим хоккеем, здесь потяжелее, наверное, да? Ну, во-первых, матчи проходят очень интересно, очень напряженно, но если сравнивать с нашим хоккеем, я все-таки думаю, что наш хоккей более комбинационный, более такой, красивый, где-то. Правильно, что здесь больше силовой борьбы, жесткой борьбы, иногда она переходит грани, очень много драк, но я думаю, что все игры очень интересные, и в отличие от нашего чемпионата, на каждую игру приходят полные 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 стадионы здесь. Так что поставлено дело очень хорошо, хоккейное, и зрители с удовольствием ходят на хоккей, получают удовольствие. Ну, теперь к вам обоим, пожалуй, вопрос такой, вы сами лично удовлетворены своей игрой здесь или нет? Или вы чувствуете, что что-то в общем у вас не получается, и что у вас еще есть резерв для того, чтобы прибавить в игре? Евгений Александрович, на этот вопрос очень трудно ответить, потому что есть тренеры, есть болельщики, которые должны в общем-то отвечать на этот вопрос. Но в частности, если команда выступает не очень хорошо, значит и мы где-то выступаем ниже своих возможностей. поэтому мой такой ответ. Ну, я думаю, что здесь нельзя так сказать. Здесь каждый матч что-то ты в одном матче ты как-то проявляешь себя, на другом матче тебя немного, может быть, не хватает и силенок не хватает. Нету такого восстановления, здесь игры идут на следующий день, два дня подряд, так что есть такие объективные причины, по которым нельзя судить об игровых там функциях своих. Ну, я думаю, что все-таки первое время нам все-таки было тяжеловато и привыкнуть и к партнерам и вообще к новой стране, к новому городу, к новым людям. Но вот сейчас уже этот период прошел и с каждой игрой мы играем все лучше и лучше. Так, ну что ж, мне остается вам пожелать все-таки успехов здесь в Канаде в играх за Ванковер Канокс, ну а в лице Крутого и Ларионова, я думаю, и всем остальным, кто играет в Национальной Хоккейной Лиге. Большое спасибо. Спасибо. Второй период начала у нас пятерка Быкова у команды Филадольфия Флайерс пятерка Эклунда. Вернее, не пятерка а четверка у нас начала но вот сейчас вышел уже Давыдов на лет так что в полных составах играют команды Давыдов был удален в конце первого периода за то, что играл Клюшкой которая не соответствовала стандартным размерам вернее Клюшки рвется вперед Каменский Байков бросок нет шайба не доходит даже до защитников Шейфел Каменский Каменский так я не скажу что тренировочный это был матч но особенно американская команда не проявила какого-то рвения при атаках поворот Максима Михайловского и я скажу играет очень устало осторожно ну и армейцы в свою очередь тоже самое не рвутся особенно вперед ну почему по какой причине вы знаете тут вообще причина еще в том что одна из причин в том что хоккеисты ЦСКА выиграли уже свою серию бросок поворотом Михайловский молодец сейчас дважды выручил своего команда там в упор бросали поворотом так ничего в ближнем бою сыграл Михайловский армейцы выиграли уже свою серию но у них три победы одно поражение так что может быть вот это обстоятельство и откладывает на отпечаток на их игру Меланды Хоулин 17 номер Беруби как-то почти все три нападающих Филадельфии Флайер застряли тут в углу справа от ворот ЦСКА Кравчук ведет борьбу пришел на помощь Федоров Михайловский молодец клюшка очень удачно сыграл вырвался все-таки Кравчук передача Давыдов Давыдов бросок не получается стык вот вы знаете вспоминаю в прошлом году Давыдов выступал составляет ЦСКА такой же серии опасный момент бросок чуть-чуть пониже сейчас шайбу пустил Давыдов был сразу свисток арбитра но он достал вы знаете с броском Давыдова поэтому такая естественная реакция но он никак не мог остановиться может быть чуть-чуть запоздал как раз со свистком арбитр сегодняшней встречи так вот если вернуться к серии прошлогодней у нас удаление Федоров покидает лед на две минуты если вернуться к серии прошлогодней то я скажу Давыдов как-то очень скромно выступал в прошлом году в одном матче только блеснул он по-моему склюбок нордекс а потом ушел в тень и вот я думаю что в этом году он не случайно самый результативный пока в составе ЦСКА у него четыре заброшенных шайбы и одна точная передача пять очков он набрал Игорь Малыхин это защитник ЦСКА идет на втором месте у него одна шайба заброшенная три передачи и три шайбы забросил Хумутов у него одна точная передача так что Давыдов лучше по результативности вот выход так вот от ворота там вот чуть-чуть наш защитник придержал Матков Котечкин Дрошок Эклон Убежит? Нет, не убежит Давыдов вот это умение клюшкой играть в воротаре оно просто поражает меня они как иногда порой как полевые игроки Эклон Вне игры было здравствование будет в средней зоне и вы знаете еще 45 секунд в меньшинстве играть армейцам но пока надежно защищаются они Федоров неплохо на протяжении всей серии выглядел один из лучших был составе армейцев Москвы вообще вы знаете очень много сейчас разговоров идет о том что поскольку контакт все расширяется расширяется и уже сейчас высадился можно сказать десант настоящий в этом сезоне национальную хоккейную лигу все-таки 9 человек сразу выступает ну кто-то лучше кто-то хуже об этом мы еще скажем и вот Федоров один из первых кандидатов мне кажется на то чтобы играть национальной хоккейной линии рано конечно об этом говорить ему еще 20 лет и я думаю что он еще для нашего хоккея отнюдь не все еще сделал хотя уже и чемпион мира но один из самых наших перспективных нападающих тем более центральные нападающие на которых мы испытываем острый дефицит в настоящее время Константинов Арбитр не останавливает встречу но только сейчас последовал свисток и убрасывание и вышел у нас налет Федоров так что в полном составе играют армейцы Москвы идет пятая минута второго периода пока ничья 2-2 и характер игры я скажу не меняется все тихо спокойно на льду хотя вы знаете Филадольфию Флауэр как раз не отнесешь к командам которые очень мягкие что ли достаточно много у них штрафного времени сейчас я вот скажу тут информации какой только нет которую приносят журналистам перед этим перед каждым матчем во всяком случае помню что в Монреаль Канаде не смешивая всего штрафного времени Филадельфия и шага и с шагбой быков очень пассивно вы знаете в зоне ЦСКА играет сегодняшний соперник это даже удивительно так вот так вот Филадельфии 1214 очков простите минут штрафного времени это где-то пятое место шестое место снизу а у Монреаль Канаде всего лишь 724 минуты штрафного времени а информация вот с протоколов которые приносятся для журналистов причем это имеется ввиду и пишущие прессы и комментаторы какой только нет Хомутов уходит один на один бросок и это выручает команду мне показалось просто действовал сейчас Андрей Хомутов хотя комбинация была очень хорошая запоминающаяся можно даже сказать старых традиций Харбейцев что ли когда там скрылся на синей линии один из хоккеистов последовала мгновенная передача защитники не усмотрели за Хомутов момент был великолепный вот посмотрите это Быков делает точную передачу своему партнеру и обратите внимание на расположение игроков защитники очень широко особенно левый защит слева тот кто слева находится очень далеко близко очень к борту стоит хотя он должен был как раз сместиться ближе к своему партнеру и намного ближе и чуть-чуть сзади должен быть это уже вы знаете по такой что ли классической что ли схеме то есть это закон хоккея федоров федоров самуэльсен шейфилл и опять попытка сразу перевести игру в среднюю зону здесь наверное только так и надо действовать против профессиональных команд как можно меньше должно быть игры конечно у себя в зоне федоров передача чуть-чуть не точно неплохо очень неплохо подключился к атаке Шуреев шейфилл шейфилл Броски очень мощные Бросок очень хорошо разыграли армейскую комбинацию Давыдов бросает Вот это напрасная по-моему передача Уже была защитника у того времени Не было и позицию не очень удачную Занял Гусаров Не готов был к броску Зону успел закрыть А вот бросить не удалось ему Давыдов Так небольшое по-моему преимущество у армейцев вот сейчас Давыдов Гусаров На подборе неплохо действует Канад Меланди Поулин Не надо так глубоко очень отходить свою зону Шальцена, потому что он защитник совершенно свободен Вот умение играть У борта Отличительная черта Всех, пожалуйста, чудеса там Вот опасная Заредка Взберли Стоит Взберли Проводит вторую шайбу И третьих бросить Шайбу Взберли 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 Три-два еще не очень удачно клюшкой собрал, успел на себя убрать шайбу такие из Филадельфии Флайер 3-2 это десятая минута второго периода один из немногих молодых попадающих в Филадельфии Флайер 24 года кстати, играет он совсем не результативно одну шайбу он забросил, вышел сделал передачу, выступая за команду в чемпионате НХЛ, так что будем считать это вторая его шайба если бы, разумеется, игры шли в зачет Степанищев ну там разве дадут Шастину подъехать к борту Хафман Каравчук и сразу хозяева льда отошли к красной линии хорошо, очень хорошо прошел Каменский просто молодец вот несмотря на то, что такой плотный заслон за счет скорости, за счет обманных движений сумел Каменский приблизиться к воротам да по существу был выход один на один времени, мне кажется даже не столько времени, сколько пространства уже не хватило Каменскому, чтобы по-иному как-то решить этот игровой эпизод вот выход к воротам Михайловского нет, выручил там защитник но мне кажется, что угроза еще не миновала нет, все, обошлось по-моему фейкап Эклом ну что сделает Петров, бросок, гол счет становится ничейным 3-3 это молодой Петров, совсем юный Петров отличился в матче с Филадельфией представляете, первый выход на лед этого хоккеиста я имею ввиду первая игра против команды из национальной хоккейной лиги и заброшенная шайба очень приятно, но это в такой степени наверное и вдушевит еще хоккеиста ну и молодец был в этой ситуации, конечно, Федоров прекрасно сделал передачу итак ничья 3-3 Федоров Федоров нет, шайба вышла из зоны соперника Бякин очень пассивен вы знаете, в сегодняшней встрече Илья Бякин я не помню, по-моему, вообще первый раз упоминаю его фамилию что он владеет шайбой Гусаров да, оборона-то в общем не очень блещет у Филадельфии флайер и будь по настойчивее в сегодняшней встрече армейцы я думаю, что и игра полегче складывалась бы я скажу, что и разница шайб у Филадельфии флайер всего лишь плюс 13 157 шайб заброшены и 144 пропущены ну, по пропущенным шайбам они держатся, можно сказать, в общем-то где-то на уровне многих команд национальной хоккейной лиги а вот по заброшенным они многим очень уступают а при отходе здесь всех Торонто Мополлифт 194 шайбы заброшены у команды затем идет Лос-Анджелес Кинг 189 шайб команда провела проброс был и выбрасывание будет около ворот Филадельфии флайер 7 минут 8 секунд остается до конца второго периода пока ничья 3-3 беру весь 17-й номер это он третий шайб из оборотов ворота армейцев все-таки скажу что у филадельфии флайерс почти нет в сегодняшнем во всяком случае со стая ярких хоккеистов а в вообще есть конечно играть это прежде всего нападающий Тим Кер правда он в этом сезоне очень много пропустил участвовал всего лишь в 20 играх потом 21 ноября прошлого года получил травму и до сих пор не выступает составила команды вот кстати то что филадельфии флайер занимает всего лишь 16 место в лиге по использованию числе и преимуществ как раз связывает с тем что отсутствует Кер который может проявить себя в полном блеске именно в тот момент когда команда играет в большинстве Торкет не выступает сегодня тоже известный хоккеист и пожалуй вот еще одна фамилия которая вам знакома это нападающий центральный нападающий Майк Буллар он со дня на день должен выйти уже в составе филадельфии флайерс Милан Бен Шайба выходит в среднюю зону Максим Матков Вот так я скажу не тушуется этот 18 летний хоккеист 32 номер у армейцев Матков спокойно очень солидно я даже сказал держится выступая в первый раз гусаров мэкви бросок михайловский еле-еле стоял на ногах гусаров не смог точно вложить шайбу в крюк каменскому смит меньше пяти минут осталось играть командам во втором периоде нет успевает отойти назад успевают армейцы как удачно очень удачно обороняются сегодня они петров вот некоторых эпизодах или это мне только кажется скорости явно армейцы превосходит соперника то петров бросал поворотом и как-то даже очень легко уходит от игроков филадельфии флайер вы помните проход каменского на скорости ушел от соперника сейчас петров проскочил хотя я скажу национальной хоккейной лигой проскочить по краю по борту не представляется просто возможно национальной хоккей национальной хоккей национальной хоккей только хотел сказать о том что очень сумбурная игра идет с многочисленными ошибками вот последовало атака американской команды с она была то мне кажется или халовский на колене садиться ну так небольшая потасовка хотя вы знаете сейчас очень много разговоров входит в национальные хоккейные лиги по поводу вот драг которые в чаще и в чаще в общем-то случается и даже обозреватели признают что это самый отвратительный по поведению вид спорта обоюдное удаление но команду будут играть в полных составов 14 номер удален составе команды филадельфия слайд а у нас мотков и даже обозреватели говорят о том что очевиден упадок хоккея нет изящество красивых комбинаций которые раньше присутствует но может быть и раньше звезд просто было больше и отмечает что много очень потасовок и 10 процентов игроков уже получили штрафы и дисквалифицированы это вот за половину нынешнего сезона и признаются признают что драки это неотъемлемая часть хоккея в национальной хоккейной лиге но когда это выливается в отвратительные эмоции то это смотреть просто безобразно практически каждая игра не проходит без потасовок и вы знаете как ни странно обвиняются в этом болельщиков которые приходят посмотреть на побоище игроки как бы подыгрывают зрителям и даже считают что болельщики требуют такого спектакля и звучит сейчас в прессе и в американской канадской возвратиться к старым временам временам ахала испозита микиты которые старели красивый хоккей зрителей зрителям есть опасения что скоро пропадет интерес к хоккею но я в общем то может быть и придерживаюсь другого мнения потому что драки это все таки неотъемлемая часть хоккея в национальной хоккейной лиге и я не думаю что они могут повлиять на посещаемость во всяком случае вот так вот когда смотришь статистику то приходишь к выводу что посещаемость очень и очень высокая как-то однажды только вот за больше чем две недели пребывания в канаде и сша встретил что на матче каком уже сейчас не помню присутствовало 13 с небольшим тысяч зрителей хотя здесь в национальной хоккейной лиги не разрешается иметь стадион меньше чем на 15 тысяч человек они как правило все больше 16 и так далее самый большой каток в калгари садл дом где проходили олимпийские игры он вмещает чуть больше 20 тысяч зрителей и так у нас здравствуйте команда играют в полных составах хотя на стамейке оштрафованных находятся два хоккеиста калиман красок чукрон камерский украл буквально украл шайбу хомутов у соперника последняя минута пошла второго периода а пока ничья 3-3 вот сейчас информацию мне сообщили что московские динамовцы после второго периода проигрывают бостон-брюинс со счетом 0-1 но у нас остается 25 секунд до конца второго периода 423 17 тысяч 423 человека присутствует на этом матче вот видите интерес такой большой мне здесь подсказывают что это всего лишь в четвертый раз в нынешнем сезоне заполнен стадион филадельфии петров вне игры вбрасывание через 18 секунд закончится второй период вне игры вне игры вне игры вне игры вне игры вне игры Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok В общем, я думаю, что армейцам сегодня достался соперник, ну если не легкий, то во всяком случае по зубам, как мы говорим. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Эклонд. Да, все-таки я хочу закончить рассказ о наших хоккеистах. Так вы знаете, конечно, очень много здесь соблазнов, это вполне естественно. И вот удержать себя, к сожалению, еще не каждый из тех, кто здесь выступает, может. А готовиться надо повторить здесь самостоятельно. И большое, конечно, значение имеет языковый барьер. Он, естественно, давит в то время, когда ты находишься хотя бы на скамейке запасных во время игры. Тебе надо отменяться какими-то репликами со своими партнерами. Ты это толком не можешь сделать. Это тебя морально просто угнетает. И, ну, что там говорить, в порой неполноценном сердце человеком тебя не чувствуешь. Вот я думаю, что это очень серьезная проблема, которая стоит перед всеми, кто выступает у нас за рубежом. И если мы уже пошли на компакцию с национальной хоккейной лигой, и наши жители появились в командах, то я думаю, что надо сейчас всерьез подумать во всех командах мастеров о подготовке наших игроков в плане языка. Изучение языка. Два слова еще о Сергея Мыльникова. Он сыграл всего лишь пять игр в Квебек-Нордис. И, очевидно, нет у него никакой возможности выступать твердо в основном составе. Хотя тренируется он много, добросовестно тренируется. Мы как раз в Монреале, мне пришлось с одним из корреспондентов разговаривать, который постоянно поддерживает связь с Сергеем Мыльниковым. Он сказал, что у того настроение в общем не плохое. Хотя, конечно, он рвется защищать ворота Квебека. Но пока не доверяют ему тренеры. Но он работает все, что нужно, он выполняет. И больше того даже сказал, что готовит себя к чемпионату мира в Швейцарии. Ну, это при том, если, конечно, наший тренер сборной Виктор Стихонов захочет использовать Сергея Мыльникова. А так, в общем, еще раз подводя итог вот этому короткому, что ли, обзору, как играют наши в национальной хоккейной лиге, скажу, что всем очень-очень тяжело и отнюдь не блестяще. Они могли очень выглядеть, в частности, даже разочарованы игрой у Фетисова. Атакуют хоккеисты Филадорфии Флауэр. Ну, не точная передача, это Давыдов. Он набирает скорость. Он один против двух защитников. Передача Костичкина, тот устоял все-таки на ногах. Вот вспоминаю, Костичкин в прошлом году тоже во время такого же турне практически не выходил на лед. Давыдов. Молодец, просто молодец, ушел от единоборства. Ну, уж там не устоял, что-то из игроков Филадорфии Флауэрфа просто его зацепил. И так не очень любезно с ним обошелся. Клюшку его зацепил. Может быть, даже и травму получил Давыдов. 13 минут 14 секунд осталось играть до конца этой встречи. Пока ничья 4-4. Но грубости-то не было особой на сегодняшней встрече. В отношении армейцев надо признать, что выступили они удачно. Может быть, вот этот матч как раз не показательный. Вот мы с вами видели три игры с участием армейцев на Квейт. в Ванкувере, где довольно легкий матч выдался. Затем встреча очень тяжелая в Чикаго. Самый, по-моему, яркий матч был. Из тех, что центральное телевидение показывало истерии этих встреч. Конечно, были проблемы у армейцев во время этого турне. И, кстати, вот приглашенные хоккеисты это кандидаты в сборную Советского Союза. Но они ничем себя не проявили. И вот такая нагрузка им пока еще не под силу. Вот здесь вот в каждом матче надо отдавать без остатка всем силы. Кого-то хватило на 2-3 матча, затем не выдерживали. Кто-то, ну, я не скажу, что дрогнул. Ну, в настоящих бойцовских качеств, без которых не обойтись в матчах с Национальной хоккейной лигой, не проявил. Вот видите, вот надо все это выдерживать, когда против Степанищева применяют такой силовой прием. Дерубин. Пайкап. Хомутов с шайбой. Коменский молодец. Просто молодец. Очень смело пошел на двух защитников. Даже сумел их обыграть. Немного отпустил шайбу от себя. Да и потом, вы знаете, конечно, вырваться от них было очень сложно. Но молодец. У армейцев очень неплохо выглядела тройка Хомутов-Быков-Коменский. Я скажу, что лучше они были в команде. И оправдали, в общем, то, что они лидеры в своей команде. Очень надежно из игроков обороны сыграл Константинов. Вчера даже ему тренеры дали возможность отдохнуть. Он не тренировался. Действительно, у него большая очень нагрузка выпала. Но так, в общем, надо признать, что, конечно, не так много мастеров сейчас в составе ЦСКА. И вот те молодые хоккеисты, которые выступают в нынешнем составе, еще им расти, 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 повышать, повышать надо свое мастерство. Но вот школа все-таки это армейская, она дает себя знак и такие что ЦСКА не в пример остальным нашим командам, как-то очень, вы знаете, по-боевому настроены в каждой, пожалуй, встрече. Бросок в воротам. Во всяком случае, почти во всех матчах выдерживали они характер. Передача бросок. Ух, такой момент был сейчас прекрасно разыграли комбинацию, это Щедоров бросал поворотом после передачи Каменский, вновь Каменский. Никак американцы из зоны своей не могут выйти. Смит вынужден даже сделать проброс. Нет, не останавливает встречу арбитра, вот ошибается Бякин. Ох. Шарба явно была защитника, не пошел Чукурун за ней, так очень осмотрительно сыграл, отступил назад. 1-1, 1-1, 1-1, 1-1, информация поступила о матче между Бостон-Брюнс и Динамосом Москвы, там третий период тоже идет пока ничи 1-1, Гусаров бросался воротом, счет становится 5-4 в пользу армейцев. Оттенели не очень мощно бросил Гусаров, но здесь я скажу, может быть, тоже не очень удачно сыграл вратарь Филадельфии, флайер Питерс, вот не случайно режиссер нам его показывает крупным планом. Быстро все сделал Гусаров, просто молодец, да, конечно, видел все Питерс пропустил шайбу, ловушкой надо было действовать. Итак, Гусаров вывел ЦСКА вперед на 10-й минуте последнего периода. Ну, не знаю, как закончится этот матч, время, конечно, у Филадельфии флайер есть, так же, как у ЦСКА, чтобы изменить счет. Наверное, хозяева льда постараются все-таки сделать все возможное, чтобы уйти от поражения это вполне естественно. Хотя, мне так показалось, мастерства у филадельфийцев вот в этом составе все-таки маловато. Хотя и у армейцев состав не лучший. Вот, но действуют они сегодня по организованию своего соперника. Правда, тоже достаточно много попускает дошедок в обороне. Ну, здесь еще, наверное, может быть, и не надеются на своего голкипера Максима Михайловского. Четыре ф. Хорошая передача сразу в среднюю зону. Котичкин. До того, до шайбы не дошла. Макфе. Проброс сбрасывания в зоне армейцев. 8 минут 51 секунда остается до конца этой встречи. Ну, что ж, как положено, наверное, в каждой серии подводить турне, подводить итог этого турне. Это принято, в общем-то, делать. Конечно, нельзя было предположить, что наши клубы пройдут эти матчи без потерь. Это просто наивно. Ведь очень высок средний уровень хоккея национальной хоккейной лиги. И команды приучены работать с первой до последней минуты, ведя при этом жесткую силовую борьбу. Ее-то как раз наши команды порой не выдерживают. И такие серии, хорошая проверка на прочность, на, если хотите, выживание. И то есть отнюдь не все смогли выдержать. В общем, не могу сказать многого о Динамо и команде Королеве Советов, поскольку видел только по одной игре. А в ЦСКА, кто был приглашен, явно выпадает из ансамбля, может быть, за исключением Бякина. Ну, особенно сегодня он вообще не заметен. Вы знаете, наш хоккей мягкий очень и на фоне канадского просто, мне кажется, интеллигентный. Так что в этом плане мы до сих пор отстаем. Отстаем в организации всего хоккейного хозяйства, начиная с баса, кончая подготовкой резервы. И поэтому порой даже удивляешься, как еще можно с ними соперничать. но не будем скрывать, что материальный стимул имеет большую роль, не будь его хоккеисты может быть и не проявляли настолько стойкости. А к положительным моментам я бы отнес нашу комбинационную игру, она все-таки смотрится лучше, чем некоторые прямолинейные с национальной хоккейной лиги. В общем, конечно, контакты нужны, полезны, они наверняка будут продолжаться. А какое отношение вот к этим матчам, в частности вот в этой серии, все-таки от очень многих канадских журналистов, да и игроки, вот выступая в перерывах до матчей по телевидению, говорили о том, что эти встречи им не нужны, что и так достаточно напряженный календарь у национальной хоккейной лиги, а здесь просто товарищеская встреча, хотя сбор от всего матча идет в слон, тенсионный слон профессиональных игроков. Поэтому есть предложение сделать эти матчи в зачет чемпионата национальной хоккейной лиги. Наверное, тогда будет и другое совсем с ним отношение, наверное, и команда будет выходить от сильнейших поставок. Ну, скажу, что все-таки отношение-то может быть и не совсем прохладное к этим встречам. мы с вами видели матчи между Вашингтон Кэпитол и Салбери Слэйн с участием этих двух команд и советскими клубами еще в сентябре месте. Вот еще наши четыре команды провели 21 будем считать встречу на североамериканском континенте. Ну, чисто спортивный итог вот по этим двум сериям. Такой мощный в этом сезоне был обмен командами. Наши клубы проиграли эту серию. Вы помните осенью за счетом 2-6 у нас в стране. Здесь пока у нас ничья. Я не знаю как этот матч закончится естественно матч с Бостон Брюнс Московский Динамо и скажу, что мы уступаем конечно мне так думается прежде всего в организации нашего хоккейного хозяйства уступаем в отношении к своей профессиональной работе. Очень многих хоккеистик и нас надо просто заставлять тренироваться и чуть тренер отвернулся он уже не делает какое-то упражнение и делает двух полсилы. Этого у профессионалов не наблюдается. Балдарев рассказывал вот нашим игрокам армейцам Москвы о том, как ему приходится между играми много трудиться, чтобы и поддерживать спортивную форму и вот будучи здесь в Министоке он уже понял какой-то тяжелый труд. У нас вот этого чисто профессионального отношения не хватает. Я не знаю придет ли это или не придет. Это воспитывается с детства. Чедров у нас удален, так что армейцы остаются в меньшинстве за 6 минут 27 секунд по концу встречи при счете 5-4 в пользу ЦСКА. В общем-то где-то в третьем периоде я несколько обвлекся, но я думаю, что вот эти отступления они просто необходимы. Ширяев, Ширяев-Кравчук, Давыдов и Костичкин обороняются в нашей команде. У соперника играет пятерка Эклунда. Как вас центральный нападающий Шайбер. Дроп. Хаффман. Дроп. Эклун. Саттерн. Наверное, сильнейший нападающийся по Силадельфии Слаер. На льду. Вот так хорошо. Кравчук это, по-моему, выбросил шайбу из своей зоны. И смена тут же проходит у армейцев. И еще минуту играть в меньшинстве хоккейстом СССР. Пока они выиграют 5-4. Вот опасный момент. Бросок молодец, Михайловский. Милан Би. Карпнер-защитник бросок. Никак не удается выбросить шайбу из зоны. Вновь шайбу у защитника мощный бросок поворотом. Кто-то должен помешать защитнику бросок. И наконец шайба оказывается у Михайловского. И все спокойно, все спокойно. Но это уже напрасно. И не знаете, кто-то из статистов Живодель пришла. По-моему, это форачек так откровенно уже после свиста судьи секунды через три наверное столкнул в спину Гусарова. Но Гусаров вы знаете, сам себя никогда в обиду не дашь. Да и сам готов в любой момент вступить в потасовку. Удаление будет? А вот кто будет удален пока затрудняет сказать. Да, все правильно. Удален форачек на две минуты. Вот этот момент. Посмотрите. Шайба сейчас окажется у Михайловского. Хотя очень трудно было сейчас нашему вратарю. И как вот эта четверка, которая оборонялась очень уж старалась помочь своему голкиперу. вот момент, когда под Михайловским оказалась шайба, а затем же такой длинный повтор идет. Вновь бросок будет поворотом Михайловского. И тут, видите, с трудом, с трудом находит время даже для того, чтобы увидеть в какой точке хоккей сбросает и где шайба. по четыре игрока сейчас в каждой команде. Скоро уже выйдет налет у нас Федоров. Армейцы будут сыграть в полном составе. 4 минуты 38 секунд остается до конца встречи. Затянулась пауза. Выясняют у главного арбитра наши хоккеисты. А что выяснять, по-моему, тут все ясно. одно только удаление было в этом игровом эпизоде. Итак, убрасывали около ворот Михайловского. Малахов. в полном составе армейцы. Вышел налет Федоров, Давыдов. Константинов. еще еще одну минуту и 12 секунд играть в большинстве. я говорил я говорил о том, передач. А вот Марио Лемье почти достал Грецкий. У него 31 шайба заброшенная, 55 передач. Причем, вчера отличился Лемье, ворота Нью-Йорк-Рейнджер, забросил 4 шайбы. Убрасывание будет через 23 секунды Филадельфия Флайерс будет играть в полном составе. Только вот в третьем периоде жесткость определенную по-моему хозяева льда проявили. Вообще в этом отношении я думаю армейцам у армейцев получился довольно легкий марш. Чего боятся всегда наши игроки это вот как раз жестких очень даже сверх может быть жестких силовых единоборств многие очень не выдерживают. А это кстати в парадхеле уже профессионалы. Убрасывание вообще по правилам национальной хоккейной лиги за линией ворот нельзя прижимать шайбу ко льду. То есть вратарь лежа не имеет права прижимать ее. но я думаю но я думаю что не удастся армейцам использовать численные преимущества потому что вот через 5 секунд выходит налет хорачек и вот он уже на льду команда играет в полном составе. бросок вот опасный момент и не успевает к шайбе хорачек. Армейцы выбрасывают шайбу из зоны Самуэльсен Ровно две минуты остается до конца встречи Армейцы выигрывают со счетом 5-4 Но мы дождемся, конечно, момента, когда хозяева поля заменит воротаря еще одним игроком Нужна только пауза, конечно Костичкин Ушел от соперника, вошел в зону, чуть-чуть назад бы надо сделать передачу Там Чиберев находился Давыдов Чиберев Мексия Время идет и нет возможности у Филадельфии в флайер заменить воротаря Давыдов решил подержать шайбу Знаете, один из лучших игроков в сегодняшней встрече Федоров Не пошел в зону Армейцы решили просто подержать шайбу Может быть решение и верное Мексия Мексия Хаффман Еще 45 секунд играть Федоров Так и не дали, по-моему, возможности армейцу сопернику Создать численное преимущество на льду Ушел со льда Пит Питер На одного игрока больше у Филадельфии флайер Сыбрасывает поворотом Давы, простите, Быков И вот звучит финальная серина Матч закончился со счетом 5-4 Выиграли у Филадельфии флайер